Добрый день! Очень хотел найти подтверждение в Торе какой-то важной мысли. Вернее, не так. Понимал, что невозможно ничего не сказать по поводу событий, связанных с трагической гибелью четырех человек в начале этой недели в связи с новым витком эскалации конфликта между государством Израиль и террористической организацией Хамас. И что мы можем знать? Что мы понимаем, почему что-то происходит с нами? Мы же не знаем расчетов небес. Так вот, Равгершин Эдельштейн, глава Яшивы Поневиш, тот человек, который стал сейчас наряду с Равхаймом Каневским, главой поколения вместо Рава Штаймена. Так вот, Равгершин сказал так. Итак, этот виток, новый виток эскалации конфликта, начался из-за того, что закончилась заслуга Торы. Уже месяц Яшивот не функционирует, есть каникулы. Бейн Ахазманим, между временем. И все бахурим на отдыхе, занимаются меньше, заслуги Торы меньше. И поэтому всегда, так говорит Равгершин, в конце Бейн Ахазманим есть какие-то трагические события. А сейчас произошло то, что произошло. Арабы начали обстреливать юг Израиля. Так сказал Равгершин. И, ну, Равгершин сказал, сказал, и вот изучая трактат Брахот, я наткнулся на такую мысль сегодня и подумал, что, возможно, вполне она как раз подтверждает эту мысль Равгершина. Еще раз. Написано так. Гемара говорит в трактате Брахот. Ама Рабихама барабиханина, лама не смеха оалим ле нахалим. Говорит Гемара так. Скал Рабихама барабиханина, лама не смеху оалим ле нахалим. Какая связь между, почему написано вместе, шатры и ручьи. Ктив ка нахалим не тоу каганот алей нагар, ка оалим не тоу. Когда, говорит Билам, что, как прекрасны шатры твои Яков, он говорит, сравнивает их с ручьями. В чем связь? Ламарха хочет тебе сказать, как ручьи могут поднять человека из статуса духовной чистоты в статус духовной чистоты. Также шатры поднимают человека из состояния, когда он склоняется на весах в сторону заслуги, склоняется в сторону, не дай бог, обвинения, в сторону заслуги. То есть, шатры могут чашу весов перенести с одной стороны на другую. со стороны обязанной, со стороны, не дай бог, какого-то негатива в сторону позитива. Такой контекст геморрей. Раши говорит, что это за шатры? Батэй Медрашот. Это шатры Якова Батэй Медрашот. То есть, места, где изучается Тора. То есть, чем больше получается, мест, где изучается Тора, чем больше шатров Якова, тем больше вероятность перевесить негатив позитивом. Вот то, что здесь написано в геморре. Получается, чем больше ешевод открываются в государстве Израиля, в стране Израиля, тем больше у нас есть шанс перевесить. Это тоже здесь написано. И в стране есть отнюдь не только позитив, к сожалению. Есть разные люди, которые не очень хотят жить по законам Тора Всевышнего. Есть даже, которые заявляют об этом абсолютно официально. Поэтому ешевод – это единственная возможность склонить весы. Ну вот, мне кажется, это подтверждение позиции Равея Дельштейна. Всегда, на самом деле, это работает так. Если мудрец этого поколения так понимает, то и на небесах это тоже работает по этой схеме. Но это тема уже следующего блога. Об этом нужно отдельно поговорить. Но, мне кажется, подтверждение позиции Рава Гершина оно именно здесь. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова